Кость, привет, привет. Очень раз с тобой сегодня. Смотри, давай сейчас запишем небольшой видеоотзыв для моих будущих учеников в том числе, потому что кому-то это точно будет интересно, полезно, тем более у тебя очень большой опыт в ремонте компьютеров. Мы с тобой, когда, особенно первый раз, созванивались два месяца назад, ты прям такой твердо уверенный мастер, у которого, в принципе, все знания именно по ремонту есть и казалось бы, чему можно научить. Давай просто сейчас мы подробнее, я тебе позадаю вопросы, а ты на них поотвечаешь, расскажешь все как есть, что у тебя было, что у тебя сейчас, какие планы и так далее. В общем, давай сначала, да, представимся, расскажи вообще, как зовут, сколько лет, город проживания и, ну, пока этого хватит, давай. Меня зовут Константин, мне 26 лет, живу я в Нижневартовске, это север нашей страны. По опыту я компьютерным мастером работал года полтора, не сказать, что это прям большой срок, но за это время я научился по своему мнению практически всему, что нужно в этой профессии. Все это время я работал практически без выходных и скажу, что работать в найме, когда график не нормирован, это довольно-таки тяжело. Вот от этого я хотел изначально, пожалуй, уйти. Окей, хорошо. Давай так, получается, как давно, вот мы, получается, с тобой начали обучение, по-моему, с 25 августа и ты вот-вот его только прямо у меня закончил, правильно я понимаю? Или какого числа? Да, да, примерно в этих числах. И, получается, я из найма ушел примерно за два месяца до нашей встречи. Я пробовал самостоятельно создавать заказы, чтобы по ним кататься. Пока я работал, я думал, что это довольно-таки просто. Ты работал в найме, ты имеешь в виду, да? Да, 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 да. Пока я работал в найме, это выглядело, будто с нас проценты дерут буквально ни за что. А проценты довольно большие. Окей. Ну, то есть, ты, в принципе, понял за два месяца, что тяжело самостоятельно генерировать заказы и решил прийти ко мне на обучение, правильно я понял? Или как? Я тебе даже скажу, что один из месяцов у меня был в минус, а не в ноль. А, даже так? Интересно. Да. То есть, ты, в принципе, на рекламу потратил, походу, больше, чем, в принципе, заработал, получается, да? Да, именно так. Хорошо. Можешь сказать вообще, сколько ты зарабатывал вот эти последние два месяца? Ну, то есть, ты говоришь, один минус, а второй месяц у тебя, сколько ты заработал денег, когда ты работал на себя? Не в найме, а именно на себя пробовал? Ну, ориентировочно, то, что я пока на себя работал, у меня выходило, если эти общие разделить на помесячно, выйдет, ну, около 20-30 тысяч. У меня бы получалось, может, зарабатывать, но это выглядело настолько ненадежно, что стоило что-то менять явно кардинально. Угу, я понял тебя. Я правильно понимаю, что вот эти 20-30 тысяч, это ты говоришь чистыми, или ты из этих денег брал еще себе на рекламу? Нет, это то, что чистыми выходило, а порой на рекламу был большой. Угу, хорошо, я понял тебя. Можешь рассказать, пожалуйста, вот сейчас на текущий момент, сколько ты примерно денег заработал? То есть мы, получается, с тобой с 25-го августа начали, если мы считаем целый сентябрь, сколько ты в сентябре сделал денег, и, получается, за октябрь в том числе. Можешь рассказать тоже, пожалуйста. За сентябрь, вот, получается, первое время, когда мы начали зарабатывать уже по твоим методикам, у меня вышло что-то в районе 60 тысяч. То есть мы еще обучались, и далеко не все использовали. Я уже тогда думал, что, по сути, это уже будет все просто нужно отшлифовать, но с тем, сколько мы потом еще нововведений добавили, это круто. Дальше, следующий месяц, у меня, получается, всего полмесяца я работал, две недельки я проболел, за две недели у меня получилось чуть больше 50 тысяч. Наверное, будет неправильно, отсутствующее время просто умножать, но я думаю, до сотки я бы все-таки добрался, если бы не болезнь. И я бы даже сказал, за начало этого месяца, вот, сейчас прошло пять дней моих рабочих, первого числа я отдыхал, за это время у меня вышло на заказах свыше 25 тысяч, плюс еще перепродажа. Ну, там около 10 тысяч. Хорошо, то есть, давай так, можешь, пожалуйста, дать обратную связь, вот, ребятам просто, давай представим, что ты просто хочешь зайти, условно, да, на обучение, но ты уже мастер по ремонту компьютеров, и просто у многих, я просто со многими мастерами общаюсь, да, и типа, ой, блин, я уже знаю, я уже понимаю в ремонтах, вот, что конкретно ты мне такое можешь дать, что условно у меня сейчас нету. И вот можешь рассказать конкретно, что ты получил на этом обучении за эти два месяца, чтобы, ну, точно сюда, как бы точно зайти, и точно ли это оправдалось, короче, расскажи. Да, я ни разу не пожалел о том, что я зашел на это обучение, несмотря на то, что у меня довольно много опыта в этом деле, у меня уже весь инструмент собран, который вообще может понадобиться. У меня всегда в запасе, там, по 4, по 5 SSD дисков, салатки просто с собой вложу, как бы запакован прям максимально. И я действительно думал, что тут уже научить конкретно, что делать на самих заказах, у меня не нечему. Я, скорее, заходил с мыслью о том, чтобы конкретно по рекламе какую-то информацию получить. Скажи сейчас на текущий момент, давай так вот, смотри, ты заходил с целью, чтобы научиться, я просто знаю, что ты еще хотел научиться зарабатывать на перепродаже компьютеров и ноутбуков, вот, скажи, пожалуйста, оправдались ли вот эти вот ожидания, то, что ты хотел, вот пока на этот вопрос ответь, да или нет, и как это все выглядело? Ну, то есть, типа, на 100% ли ты доволен, то, что ты получил по перепродаже? Как у тебя сейчас с этим дела вообще обстоят? По перепродаже я доволен результатом, который я получил. Теперь я действительно разбираюсь в рынке самих этих ноутбуков, разбираюсь не только в ценообразовании, но и по спросу, какие имеет смысл выбрать, какие нет. То есть, даже если это изначально, ну, вот раньше я бы сказал, что это выгодная сделка, то, что можно продать значительно дороже, но по факту этот ноутбук просто не продать никуда. Таких нюансов очень много, кучу подводных камней открыл, и эта информация сэкономит больше времени и денег, чем ее нащупать самостоятельно. То есть, по перепродажам ты действительно смог меня научить. Окей, что по поводу ремонтов? Давай так. Давай вот смотри, обратная связь твоя. Вот ты посмотрел все мои обучающие ролики именно по ремонту. Взял ли ты сколько-то процентов по ремонту, ты уже как бы состоявшийся компьютерный мастер. Сколько процентов по ремонту, и в том числе мой мастер Женька, который постоянно поддерживает, и я в том числе. Сколько процентов ты узнал новой информации по ремонту именно с курса? А потом уже мы перейдем к другим категориям, именно по ремонту. Узнал ли ты что-то для себя нового, открыл, или все было понятно, все ясно изначально? Ну, сказать, насколько это много, довольно сложно, но много важных вещей. Вот с процентом соотношений, может, процентов 20 из того материала, который ты даешь, я действительно не знал. И это из того, что я счел полезным, то, что я точно буду применять, но упростил какие-то моменты. Хорошо, скажи, пожалуйста, теперь по другим моментам. По все, что касается работы, где именно брать клиента, все, что касается работы с клиентами, как с ними взаимодействовать. Что у тебя было до, и как сейчас у тебя… Ну, то есть расскажи просто, давай свою обратную связь. Вот здесь сколько информации ты опять-таки узнал по процентам, и как она перевернула твою жизнь? Или, может, не перевернула, расскажи. Здесь информации новой для меня просто на все 100%, без преувеличения. Ну, вот у меня были какие-то свои конкретные наработки изначально, по которым я пробовал работать, по разным источникам рекламы, и которые Дима тоже затрагивал. Ну, он делает это совсем по-другому. Я сначала пробовал его какие-то нюансы добавить к своим, к своему видению. Да, да, да. И я скажу, что у меня ни хрена не получилось. Заказов как не было, так и нет. Потом уже, когда мы это все прям проживали, проговорили от и до, я сделал четко по инструкции, вроде какие-то мелочи. Ну, на тот момент я считал, что это вообще никак не может повлиять. Буквально пара небольших изменений, и заказов просто в несколько раз больше сразу становится. Сразу люди тебе пишут. Я такой отдачи не ожидал. Я считал, что у нас довольно маленький город, и просто нет столько людей, которые ремонтируются. Вот примерно так это происходит. Да, ты за вчерашний день присылал, что у тебя было сколько заказов? Три, по-моему, или ты говоришь, или четыре? Сколько было заказов вчера ты сделал? У меня вчера было вообще шесть клиентов, один из которых отвалился. Но я сюда считаю еще гарантийный вызов и продажа ноутбуков. Вот продажа ноута одного у меня отвалилась, и одну гарантию мы перенесли на другой день. То есть я с четырьмя людьми встречался, три из них получаются в деньги, как заработок, и там понарастающие три, четыре, пять тысяч. А, то есть получается... Вот это вот один день. Три, четыре, пять тысяч рублей, то есть ты за вчера, получается, заработал, господи, дай бог памяти, 12 тысяч рублей. То есть чистые прибыли в день, правильно я понимаю? Да. Охеренно, очень круто. Вот, и давай так, вот эти заказы, которые у тебя были, они получены новым способом, который я тебе давал, или ты все-таки опять что-то делаешь по-своему, и у тебя типа оп, и есть такой результат? Может быть, я тебе не помог в этом случае, может, ты сам допер. Вот тут, кстати, интересно. Все три заказа получились из разных источников, и у меня сейчас все сделано именно по твоим вот этим вот методам. То есть это все благодаря... Ты не пользовался, и если даже и знал, то делал это как-то неправильно. Ну, короче, расскажи, как это у тебя было. Ну, хотя, знаешь как, давай мы не будем спойлерить для ребят, какие тут есть такие подводные. Потому что мы все равно, даже если дадим какие-то конкретные, типа там, Авито, Двагис и так далее, от этого ничего в жизни не изменится. Просто пока ты целенаправленно по чек-листу, которому я всем даю, не заработал. Потому что у нас такое с тобой было. Я тебе просто даю что-то делать, ты это делаешь по-своему, у нас нихрена не работает. Я тебе говорю, смотри, вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь переделать. Ты переделываешь часть, опять не работает. И пока мы здесь все с тобой просто не профаршировали, не сделали так, как это должно быть, доказаны не пошли. Вот и все. И даже от того, что я сейчас скажу, четкие модели поведения, как надо привлекать клиентов, ни хрена не получится, потому что нужно прям прорабатывать этот момент. Согласен? Да. Все. Смотри, что по следующим вопросам. Да, расскажи, пожалуйста, по... Давай так, конкретный вопрос. Два месяца назад мы с тобой отматываем 25 августа сегодня. Я тебе вот даю две таблетки, заходишь или нет. Как это в марте создаешь. Типа заходишь или нет. Давай, вот скажи свое решение. Ты бы зашел еще раз на обучение, либо ты понимаешь, что типа, блин, какая-то фигня, лучше я, наверное, сольюсь и буду дальше заниматься своими делами. Без вариантов. Надо заходить. И я скажу, что я даже зайду второй раз, грубо говоря. Я еще пересмотрю некоторые материалы, которые ты давал. Огонь. Это супер. Потому что, на самом деле, да, материалы у тебя условно в свободном доступе. Ты можешь к ним возвращаться, когда тебе нужно. И это очень круто. Вот. Да. Довольно результатом, наверное, спрашивать глупо. Окей, хорошо. Ты уже об этом говорил. Можешь рассказать сейчас, как проходила наша работа в целом? Вся ли... То есть, каждому человеку нужна обратная связь. У каждого ученика большое количество вопросов. Вот можешь ли ты рассказать, как тебе отдавалась обратная связь? Как проходила наша работа? Все ли тебе понравилось? В общем, опиши вот эти моменты. Ну, по факту, на связи, что ты, что Женя, были вообще постоянно. Да. Какие у меня вопросы возникают? Женя – это мой мастер, который, получается, в нашей группе тоже взаимодействует со всеми нами и помогает в случае крайней необходимости. Ну, вообще, в любой необходимости ты просто пишешь вопрос, и Женя тебе сразу отвечает по аппаратной части полностью. Вот. Давай дальше. Ну, вот. По форматам самих вопросов, даже если эту информацию возможно найти в Гугле, но ее сложно просто долго искать, даже такие вопросы отвечались, и мгновенно я получал ответ. В принципе, по любым темам, которые я затрагивал, я получал развернутые ответы, и даже на самих заказах, вот у меня было пару раз моменты, что мне нужно срочно какой-то момент узнать. Вот. По ценообразованию, например, на принтеры, сколько по ним что стоит, у меня не было понимания. И прямо на заказе я спрашиваю в чате и даю эту информацию клиенту. Все. Окей. Ну, смотри, давай так. Вот с позиции опытного мастера. Сейчас ты можешь оценить уже обучение полностью. Давай так. Представь, что сейчас на обучение заходит парень, которому, я не знаю, 20, 25, 30, да даже 40 лет ему. И он вообще не хрен, он все время до этого каким-нибудь грузчиком работал, либо там бухгалтером. Никогда в жизни вот компьютер включать только умеет и выключать. Скажи, пожалуйста, вот за вот этих знаний, которые сейчас есть в объеме этого курса, достаточно ли, чтобы выйти по итогу на твои доходы, то, что сейчас зарабатываешь 50-60, или зарабатывать гораздо больше еще, то есть в перспективе? Ну, в перспективе у меня сейчас около сотки примерно должно выходить. По крайней мере, этот месяц точно будет не меньше. На самом деле информация даже слишком подробная, возможно. Мне казалось, что она разрована не то, что для тех, кто не шарит в компьютерах, а на этой информации можно хоть нейросеть научить с нуля, у которой нет вообще понимания, что такое компьютер. И, ну, не знаю, ты начинал объяснять настолько базовые моменты, которые даже пользователи знают по типу бабушек. Огонь. И от, и до. Должно быть для всех все сразу понятно, чтобы точно ни у кого не было вопросов. Как-то так. Ну, там вопросов, да, не может возникнуть, если ты внимательно смотришь. Хорошо. Давай так. Какие у тебя были страхи вообще? Вот ты, у тебя сейчас решение, типа, заходить, не заходить. Какой у тебя, может быть, главный страх был? Или этих страхов было несколько? Что вот я сейчас зайду, и что-то случится. Что могло произойти? Короче, какие у тебя были страхи при захождении ко мне на обучение? У меня были не страхи, у меня было одно сомнение, можно ли меня еще чему-то научить в этом плане. И, как оказалось, я считал себя и опытным мастером, и то, что я в рекламе неплохо понимаю, продажник, все дела. А оказывается, нет, ни хрена, я это все не умел, и я получил намного больше даже, чем ожидал. Огонь, супер. Ну, ты на самом деле, да, очень большой молодец, ты прям красавчик, потому что, ну, вот эти твои результаты, они, получается, если ты говоришь, что ты зарабатывал там 20 или 30, то как минимум x2, а в этом месяце, да даже и в том, на самом деле, я уверен, что ты бы закрыл сотку, если ты просто не заболел на 2 недели, просто не выпал из графика, в этом месяце, в ноябре у тебя 100% уже будет сотка, я даже думаю, что больше, потому что сотка – это прям базово то, что тебе нужно сейчас закрыть, это даже не обсуждается. Вот, и последний вопрос, уже не хочу тебя просто надолго задерживать, можешь, пожалуйста, дать свою обратную связь, вот, что ты можешь рассказать ребятам, которые вот сейчас хотят зайти на обучение и думают, что бы ты им посоветовал, вот этим ребятам? Ну, во-первых, если заходить на это обучение, ты по факту ничего не делаешь. Пока мы не начали, смотри, я разделю на две части. Что бы ты посоветовал мастерам по ремонту, причем неважно, сколько они там зарабатывают, какой у них опыт и так далее, и что бы ты посоветовал новичкам? Давай сначала мастерам посоветуем, потом посоветуем новичкам, которые вообще с нуля абсолютно. Ну, мастерами могу посоветовать, если не стоит на потоке заработок, там, 150-200+, все-таки заходить, потому что, так или иначе, это дополнительные знания для оптимизации твоего бизнеса. Даже если ты сейчас работаешь на себя, у тебя все вроде бы отлажено, но вот эти вложения, они явно рано или поздно окупятся. То есть тут не стоит вопрос, полезно это или нет, тут действительно слишком много всяких нюансов, фишек и прочего я получил, до чего додуматься самостоятельно практически невозможно, это нужны просто годы практики, статистики. А для тех, кто работает в найме и вообще не понимает, как создавать свои заказы, самому создать заказ, это намного выгоднее. И ты сам несешь за него ответственность, ты сам общаешься с человеком, у тебя всегда будут повторные заказы, то есть у тебя будет своя репутация. И чтобы не случилось... Именно компьютерные мастера, если он в найме находится, необычный человек. Да, кто вот сейчас по найму компьютеры ремонтирует, имеет смысл заниматься этим как участник, потому что ты кратно увеличишь свой доход и у тебя будет своя независимость. То есть ты не будешь зависеть от кого-либо, если компания перестанет работать, либо ты им не понравишься, у тебя все еще останутся твои люди, которые хотят к тебе обращаться. Да, это ключевое. Мне кажется, если я прямо сейчас удалю TikTok, YouTube, Instagram, я все равно буду зарабатывать очень хорошие деньги чисто на ребятах, которые каждый день ко мне приходят за счет моего сарафанного радио огромного. И это очень большой плюс. Окей, давай теперь вернемся к ребятам, которые вообще с нуля, типа там дальнобойщиком всю жизнь работал, вот 40 лет решил заняться ремонтом компьютеров. Надо ли вообще сюда заходить и кто по итогу их ожидает? Давай так. Будет ли тяжело или это все вот так вот? И все, у него есть знания. Ну, трудностей больших я здесь не вижу для тех, кто вовсе не понимает компьютерах на самом деле. По сути, ты можешь просто следовать инструкциям, которые даны и уже зарабатывать. Если ты будешь слушать, ты будешь делать то, что говорят, то ты уже за первые два месяца просто окупишь вложения. То есть ты точно ничего не потеряешь на этом. А с большой вероятностью ты заработаешь не только опыт, но еще и деньги за это время. То есть это та вещь, которая окупает тебя. Хорошо. Скажи еще, пожалуйста, вот ты помнишь первый модуль, первое видео? Первые два видео, вот получается, первого модуля, который там у нас сразу начинает «Делаем деньги». То есть у нас первый модуль называется «Делаем деньги». Вот давай так, оцени, пожалуйста, объективно, вот если новичок посмотрит это видео, сможет ли он вот сразу на первой неделе условно сделать деньги на перепродаже компьютеров и ноутбуков, если, ну короче, посмотрев это видео, можно ли сделать первые деньги уже в первую неделю? Ну вот я прекрасно помню этот момент. Тут и есть такое условие, очень внимательно следовать всему, что говорится в видео. Потому что если упускать хотя бы часть моментов, то ты, скорее всего, не сделаешь никаких денег. Но если делать прям все как по учебнику, то тут без вариантов кто угодно может следовать инструкциям, заработать. И это уже можно ставить на поток. Без всего остального обучения, даже это видео уже стоит этих денег. Да, сто процентов. Все, Кость, больше тебя не задерживаю. Спасибо тебе большое за такое коротенькое интервью. Надеюсь, оно получилось максимально продуктивным для ребят. Вот, спасибо. Если ты, так же как и Костя, хочешь выйти на стабильный заработок на ремонте и при продаже компьютеров и ноутбуков, поздравляю тебя. Переходи в описание, там есть ссылка на анкету, заполняй ее, и совсем скоро стартует мой очередной поток группового обучения. Погнали вместе с нами.